День Святого Николая Он был епископом в городе Миры, близ современного Демре, Турция. В IV веке н.э. добрый христианин пытался материально поддерживать бедных и сирот. По преданию родители оставили ему большое наследство, что позволило Николаю сделать много добрых дел. Причем он пытался делать это тайно и без огласки. Николай также считается святым покровителем моряков и путешественников. Вероятно, он и сам занимался мореплаванием. Это дело тоже приносило много денег, которые он щедро тратил на благотворительность. По легенде, обычай класть в подарки в чулок или носок возник так. Однажды Николай узнал о несчастье, постигнувшем одну благородную, но разорившуюся семью. У отца семейства не было денег на то, чтобы выдать трех дочерей замуж. Существует несколько разных противоречащих вариантов этой истории. То ли он собирался выдать их за богатых женихов, то ли отправить на самостоятельные заработки неблагочестивым способом. Однако епископ смог помочь нуждающимся девушкам, обеспечив их необходимым приданным. Чтобы остаться незаметным, он подбрасывал монеты в окно. Сначала, чтобы обеспечить свадьбу первой дочери. Затем второй. Когда настала очередь третьей девушки выходить замуж, отец решил выяснить, кто же является их неизвестным благодетелем. И стал караулить возле окон. Это заставило архиепископа забраться на крышу и бросить подарок в печную трубу. Монетки попали прямиком на развешанные на просушку у камина девичьи чулки, носки и ботиночки. Малва разнесла эту историю по окрестностям. И уже совсем скоро в надежде получить подарочки от неизвестного дарителя, дети стали специально готовить свои носочки и выставлять туфельки. Конечно же, родителям не оставалось ничего другого, как подыгрывать любимым чадам, подкладывая подарочки в столь необычные места. Традиция дарить подарки на праздник Святого Николая прочно закрепилась в Европе, особенно среди католиков и православных. В каждой стране есть свои особенности Дня Святого Николая. В Австрии, Чехии и части Германии Николай всегда сопровождает козлоногое и рогатое существо Крампус. В то время как Святой одаривал всякими приятностями послушных мальчиков и девочек, Крампус хватал и кидал в свой мешок ужасов тех, кто вел себя плохо. В Греции подарков не дарят, там Николай имеет большое значение как покровитель и защитник моряков, поэтому греки празднуют на кораблях или лодках, отправляясь в море. Также могут отмечать День Николая в порту. А венгерские дети, чтобы получить подарок, обязательно должны положить свои ботинки на подоконник, перед тем, как хорошенько их вычистив. Делают они это вечером 5 декабря. Итальянцы празднуют Николая с 7 по 9 мая. Святой считается патроном города Бари, где он похоронен. 8 мая останки традиционно вывозят на лодке в море, а за этой лодкой следует верениться других лодок с празднующими. Во Франции красочнее всего празднует День Святого Николая в Лотарингии, в маленьком городке Сан-Николя-де-Пор, покровителем которого является как раз этот святой. Праздничная процессия складывается в целое театрализованное шествие под фанфары, возглавляет шествие Николай. За ним следует призрак с рогами для непослушных детей и огромным мешком, в который он бросает самых отъявленных маленьких проказников и уносит с собой. В Нидерландах считается, что святой Николай не приходит, а приплывает на корабле за несколько дней до праздника, а затем переезжает от дома к дому верхом на лошади по имени Америго. Дети выставляют у камина или на входе в дом обувь, иногда кладут в нее сено, морковку или другие угощения для Америго. На утро вместо сена и овощей дети находят в башмаках подарки. В Болгарии этот праздник называется Никулдень, и празднуют его также рыбаки, продавцы и банкиры. Николая болгары почитают как хранителя рода, дома и добра. В этот день популярны блюда из карпа. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.